Кремлевский недофюрер Давича вышел на паперть Генеральной Ассамблеи ООН и завел свою поднадоевшую пластинку о том, как прекрасно заживет мир, если с Лаптевеля снимут санкции. По мнению обнуленного и полулегитимного президента, отмена санкций помогла бы мировой экономике выйти из коронавирусного кризиса. Путин печально рассказал о том, что карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств вызвали социально-экономический шок, масштабы которого еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит очень долго, для чего потребуются нестандартные решения. Под нестандартными решениями Ботоксный как раз и имеет в виду снятие санкций, что станет хорошим подспорьем для восстановления глобального роста. Путин наговорил еще много чего сердобольного, но, собственно, не сказал ничего важного. Например, а за какие такие заслуги с Балалайшной нужно снимать санкции? Эпидемия – это не их заслуга, им просто с ней повезло, или, может, Эрефия сделала какие-то подвижки для того, чтобы вывести своих ихтамнетов с Донбасса, или проводит какие процессуальные действия по возврату Крыма? Разумеется, нет. Так какое тогда может быть снятие санкций, которые наложены не потому, что люди болеют, а по причине наглости кремлевской власти, убившей тысячи людей по всему миру? Забавно, что в то самое время, когда Путин распылялся о том, что ООН – это организация, призванная беречь мир и содействовать устойчивому развитию, опираясь на принципы устава, равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применение силы, политическое урегулирование споров. Ангела Меркель заявила, что ООН давно пора реформировать, чтобы организация имела возможность противостоять глобальным вызовам современности. Под глобальным вызовом современности Меркель, к гадалке не ходи, имела в виду бесноватую Эрефию и ее правительство. Меркель прямо заявила, что вот эта вот фишка с тем, что одна страна, которая и развязала конфликт, может наложить вето на решение всей организации – это бред сивой кобылы, поэтому нужно менять порядок принятия решений. Германия, к слову, не является постоянным членом совбеза ООН, в отличие от России и, скорее всего, метит на ее место, намекая, что держать в главном органе ООН страну-террориста – это весьма сомнительно для репутации организации. А вообще приятно смотреть на то, как еще недавний владыка мира, у которого Искандеры санкции не боятся, слезно просит «снимите с нас эти самые санкции». Вот прям сразу чувствуется величие России. Третий Рим, как говорится, налицо. Причем лицо России в виде Путина прям отлично гармонирует с общим состоянием страны и ее подачей себя всему миру. Тоже с виду вроде еще ничего, подтянуто ботоксом, но присмотришься – дряхлое ничтожество, еле-еле волочащие ноги, точно как нынешняя Московия. Еще в 2007 году ты скачешь козлом, выступаешь в Мюнхене и пугаешь всех, что мир навсегда изменился и теперь РФ будет устанавливать мировой порядок. А спустя десяток лет приезжаешь в ООН и просишь мир, чтобы он ослабил вожжи для РФ и потому что мир – дружба-жвачка. Начинаешь вспоминать про международное право, которое сам нарушил несколько лет назад. Мир, в свою очередь, смотрит на дряхлого старика, представляющего такую же дряхлую страну и просто офигевает от их лицемерия. Резюмируя, во всей этой мольбе Путина к ООН про отмену санкций, хочется отметить один факт – а каким, собственно, образом отмена санкций против Мордора вяжется с эпидемией коронавируса? Санкции отлично работали до эпидемии и никому не мешали вести бизнес. Все страны, наложившие санкции, за шесть лет приноровились к жизни без РФ и с чего же вдруг им менять ориентиры? Потому что Путин попросил – смешно. Следовательно, Путин снова манипулирует и хочет использовать текущее глобальное положение в свою пользу. Как же это по-российски – настоящий русский мир? В целом же приятно осознавать, что санкции работают, если даже целый недофюрер лично вышел на паперть и просит об их снятии. Это отличный сигнал о том, что санкции снимать нельзя ни в коем случае, да сами понимаете каких шагов со стороны РФ.